Вечер во Владимире продолжает свою работу. Я рада приветствовать в нашей студии заместителя директора городского дворца культуры Татьяну Бондурину. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте. И режиссера городского дворца культуры Андрея Сидорова. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте. Татьяна, я так немного проанонсировала вначале. У нас, насколько я знаю, в субботу в городском дворце культуры состоится некий марафон. Что за марафон? Расскажите нам, пожалуйста. Марафон сказочный, марафон чудес. Это семейно-развлекательная программа, на которую могут прийти не просто дети, не просто мамы, а обязательно мамы с ребенком, с бабушкой, с дедушкой, с папой. Детки, приходят детки от годика. И также те, кто даже без детей, обязательно прийти, всем будет весело. То есть возрастной ценз от 1 до 99, так? Да, я думаю, что все любят сказки, все любят окунуться в сказочную атмосферу, немножко почувствовать себя ребенком, скажем так. Думаю, что каждый взрослый любит немножко почудить, вспомнить молодость свою. Опять же, привезти обязательно внучек, дочку, сыночка, чтобы всем все показать и рассказать. Ну, понятно, что это что-то будет про сказку. Как вообще возникла идея сказочного марафона чудес и что там будет? Такой марафон мы проводим первый раз. Обычно на сцене городского дворца культуры проходят концерты, спектакли, выставки, мастер-классы. Здесь мы сидели, нашей режиссерской постановочной группой, и думали, что бы нам такое придумать, чем удивить жителей и гостей нашего прекрасного города. И решили, что все вот эти составляющие мы соединим в одно. Вот. Так и появилась вот эта вот новая форма для нас проведения мероприятия – марафон. Вот. Марафон сказочных чудес. Вот. Так как сейчас детки в основном читают книги и смотрят фильмы в телефоне, в гаджетах, планшетах, телевизоры, редко кто читает книги. Поэтому эта программа не только развлекательная, но и познавательная. Может быть, после посещения нашего марафона детки придут домой и попросят маму почитать русский народную сказку или там сказки Пушкина, например. Я думала, вы сейчас скажете, Илл скажет, мама, мне телефон больше не нужен, да? Хотелось бы, хотелось бы, да. Ну, конечно, в современном мире без этого никак. Может быть, и на телефоне кто-то захочет, например, посмотреть мультик по сказкам Пушкина или сказку русскую добрую. Ну, как я понимаю, если настолько разный возраст детей, каким-то образом будут разграничены площадки? Потому что один год и, к примеру, там 10-12 – это совершенно разные интересы. Да, совершенно верно. Площадки наши будут разграничены. Будет отдельный зал для совсем малышей. Скажем так, мы его называем «От нуля». Вот. Это сказки для малышей. Андрей, расскажите про сказки для малышей. Да, конечно, смотрите, мы для малышей выделили особую площадку. Она, так называется, такая мягкая зона с тихими сказками. Вот. В этой зоне действительно будет очень мягкий пол из ковролина и из таких цветных дорожек. Там деткам будет предложено разуться. И вместе с папами, с мамами в носочках они пройдут в мягкую зону, где присядут в мягкие такие, так называемые, мешки и кресла. И будут слушать тихие сказки. Также с ними будут играть в игры на развитие каких-то тактильных ощущений. Им будут рассказывать сказки такие вот корифеи нашего Дворца культуры. Это заслуженная артистка Российской Федерации Ольга Федяева, Игорь Ифраимович Шендеров. Наши добрые сказочницы – это Ирина Трифонова, Наталья Назарова. Музицировать им будут тоже заслуженные работники культуры Российской Федерации Игорь Ифраимович Шендеров. – Какой-то интерактив предусмотрен или просто слушаем? – И интерактив будет, и… То есть, чтобы деткам не было скучно, конечно, нужно разграничивать, какое-то с ними действие производить. То есть, сначала они будут слушать сказки, потом они, может быть, даже будут участвовать в сказках. Им в этом помогут наши артисты. Из театра-студии новая сцена. А если деткам будет очень скучно, они могут просто погулять, поиграть. А если захотят покушать, у нас будет буфет, сладкий буфет, который называется «Скатерть Самобранка». Там будут и пирожки, и сладкое, и, конечно, будет еда для тех, кто следит за своей фигурой и за своим питанием. – То есть, даже ЗОЖ, да? – Да, даже это. – Для маленьких, понятно, для более взрослых, какие еще тематические зоны будут? – Ну, у нас очень, достаточно много зон таких тематических. Например, русские народные сказки. Там ребята и взрослые могут встретиться и с Кощеем, и с Бабой Его, и покататься на печке с Емелей. Также они получат уроки по изготовлению пальчиковых кукол и поучаствуют тоже в каком-то интерактиве. Каждый из нас, как Татьяна сказала, из режиссерской постановочной группы отвечает за свою площадку. Также у нас будет «Лукоморье», где там кот-ученый предложит ребятам и взрослым пройти квест по русским сказкам нашего любимого русского писателя Александра Сергеевича Пушкина. – Который в этом году юбилей. – Да, которому юбилей, по-моему, 220 лет ему исполняется. И также, например, восточные сказки будут представлены «Принцем Щелкунчиком». Мы назвали его «Конфетенбург». Вот, там будет и «Щелкунчик», будет и «Мышиный король», и «Мыши», и даже «Фея Дорожей», которая научит вас плести различные кружева. – То есть, как я понимаю, это не только сказки, но еще и мастер-классы, так, Татьяна? – Да, на каждой зоне, абсолютно на каждой, что для самых маленьких, что зоны русские народные сказки, европейские сказки, сказки Пушкина обязательно будет представлена. Игровая зона, где дети смогут поиграть в игры, подвижные, но и на месте. Да, опять так же, мы напоминаем то, что наша программа не только развлекательная, но и познавательная, да. Обязательно что-то на мелкую моторику, развивающие, познавательное. Также на каждой точке будут мастер-классы, фото-зоны, игровые зоны, массовые игры. Вот, поэтому будет интересно, опять же, да, говорим о том, что не только детям, потому что встать в общий хоровод с Бабой Его и Кащеем Емелей, я думаю, что они, и взрослые тоже с удовольствием присоединятся к этому хороводу. – По какому принципу выбирали сказки, по какому принципу вообще придумывали сами темы? Что-то наиболее известное? Ну, с Пушкиным понятно, да, то есть юбилей без него никак. А вот остальные зоны по какому принципу? – Ну, в работе городского дворца культуры мы всегда придерживаемся о том, что мероприятия должны идти для каждого возрастной категории. Вот, почему-то очень часто отделяют самых маленьких. Вот, на Новый год мы делаем мероприятия, делаем спектакли для самых малышей, для самых-самых маленьких. Вот, поэтому и в этот раз, да, мы решили, ну, как их обделять? Вот, поэтому решили сделать обязательную зону для малышей. Вот, даже нам писали, звонили, а можно ли там 9 месяцев ребенку, годик, пожалуйста, там можно будет ползать, сидеть на пуфах подушках, да, можно с мамой на коленках послушать сказки. Вот, ну, русские народные сказки, я думаю, без этого никуда. Я думаю, что каждый ребенок знает, кто такая баба Яга, Кощей. – Основные герои. – Основные герои, да. Опять же, чтобы ребенок не боялся. Потому что очень часто Новый год, допустим, Дедушку Мороза много кто боится, да. Вот, также Баба Яга, потому что маленьких, что мамочки иногда делают, да, вот придет Баба Яга, утащит тебя, вот, чтобы детки не боялись. Вот, ну, конечно, русские народные сказки должен знать каждый ребенок. – С какого времени можно приходить и билеты можно купить на месте или лучше приобрести заранее? – Билеты можно приобрести заранее, также и в день мероприятия. Касса работает. А мероприятие проходит у нас с 10 утра до 15.00. Прийти можно в любое время. – То есть это не говорит о том, что если начало в 10, а придут там в 12, в час, они что-то пропустят. – Нет, это все постоянный, постоянный поток людей, постоянно мы никуда не уходим. Мастер-классы как начались в 10, так только в 3 они и закончатся. – Да, тем более это суббота, и людям, может быть, хочется отдохнуть, поспать немножко. Можно и к 11, прийти к 12.00. То есть прийти в любое удобное время. Главное до 3 успеть. – Можно получить фото-зону, то есть хорошие фотографии, унести что-то, сделанное своими руками. – Обязательно. Все детки будут мастер-классом делать, допустим, игрушка на пальчик, да. Вот, все, что они делают, они забирают себе на память. А в зоне Пушкина они будут сами сидеть, разукрашивать своими руками золотого петушка, рыбку из сказки Пушкина. Обязательно они будут с этой палочкой потом, со своим рисунком ходить по всему дворцу. Вот, все они забирают себе на память абсолютно. То есть в цену билета входит абсолютно все. – Ну и, как я понимаю, пройти можно все тематические зоны? – Да, и не по одному разу. То есть, допустим, поиграли вы с Бабой Его и в зоне русской народной сказки. Потом пошли, захотелось вам послушать сказки под рояль, под живой аккомпанемент. А потом, ну, подумали, наверное, что уже пора покушать. Перекусили в буфете, да. Потом зашли в гости к Щелкунчику. Там ведьма погадала на волшебном шаре. Зашли в зону Пушкина, да. Там кот-ученый провел интерактивную викторину. Вот. Еще один буфет. Еще же можно ведь проголодаться, да. Какие-то мастер-классы. Ну, может, если вдруг устал ребенок, у нас в зрительном зале все пять часов будут идти мультики. То есть можно зайти в зрительный зал, сесть, посмотреть мультфильмы, отдохнуть и бежать по точкам дальше. Ну, однозначно, как я понимаю, программа для всей семьи. Андрей, давайте еще раз озвучим, когда, во сколько и где. Дорогие друзья, мы ждем вас 20 апреля в городской дворец культуры. Начало в 10.00. А закончится это все в 15.00. Вас ждут тематические зоны. Русские народные сказки, Улакоморье, Конфетенбург – это европейские сказки. Также ждет страна для самых маленьких. И, конечно, скатерть-самобранка – это два буфета для садкоежек и для тех, кто придерживается здорового образа жизни. И, конечно, хочется добавить самую, наверное, развлекательную, любимую игра, особенно для девчонок, – это аквогрим. Будет специально сидеть художник и разрисовывать на вашем прекрасном лице какие-то интересные рисунки. Ну что же, еще раз возрастной ценз от 1 до 99. Спасибо большое. Напоминаю, наши гости сегодня – это режиссер городского дворца культуры Андрей Сидоров. Андрей, спасибо вам большое. И заместитель директора городского дворца культуры Татьяна Бандулина. Татьяна, спасибо вам огромное. Встречаемся на сказочном марафоне. Обязательно ждем всех.